Уважаемые зрители, к сожалению, в начале второй части обсуждения премии Фандкритик у нас произошли небольшие технические накладки и некоторая часть обсуждения выпала из записи. Вы сможете увидеть, вернее, прочитать отзывы жюри на нашем сайте. Благодарю вас. Мы начинаем вторую часть заключительного мероприятия конкурса Фандкритик и у нас с вами 10 рецензий, которые мы должны проанализировать и вынести свой вертик. Хотя все уже посчитано, но мы попросим членов жюри озвучить свои комментарии и свои баллы. Итак, следующая рецензия, пожалуйста, номер 12. Перепрестан в «Зайчьих троп» на книгу Грэма Джойса там, где кончается лошадь. Ну, она у меня идет сразу после... Ну, собственно говоря, и она не продолжается. Идет сразу после очереди. Десятый. Десятый. Что-то удивительно. Двенадцатый, а после десятый. Я просто апеллирую в следующую рецензию. Опять же, та же самая ситуация. Ни статического, ни литературного, ни общекультурного контекста в этой рецензии недавно. Собственно, роман Грэма Джойса, в отличие от романа Тимора Максукова, извините, я читал. Там очень интересные, очень глубокие исторические, культурные контексты, диалюзии, реминесценции. Ничего этого автора рецензия, к сожалению, не по дням не заметил, такое ощущение, что Грэм Джойс и его романы зародились на пустом месте. Завозродился, как жизнь личная. Ни слова о традиции, которую продолжает Грэм Джойс, а он, в общем-то, вполне себе традиционный британский писатель. Ни слова о стиле, языке, архитектонике, то есть структуре, собственно говоря, текста. Вычетность есть, да, но неумелая, переходящая к ним нет, то есть там, где от взгляда искоса листья пазуба вращаются в зеленый лиг, наверное, все-таки не от взгляда, а при взгляде искоса. Чем-то, конечно, кто взглянул, и сразу крикят листья. Да, они тут же превратились, да, это не так, поэтому автор не имеет какое-то что-то другое. Нас увлекут вперед и дальше. Летят два крокодила, один зеленый, другой направленный. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И, наконец, самое чудовищное, за что пороть надо реально физически и тьми, и тагами, прямо здесь где-нибудь около какой-нибудь церкви, освященной недавно, патриарху Кирилла. А это автор путает мнение. Ребята, это пипец. Ну нельзя, это третий класс движения. Ни в какие ворота не лезет. Нет, ну еще прекраснее. Ни в какие ворота не лезет. Конечно. Там многое, я только... Нет, ну, когда этот высокий огурец ухлёк пропускает мимо глаз, это восторг. Я выписывал, естественно, только некоторые самые показательные. Я понимаю. Ну, безграду. Вот, понимаете, тот самый случай, когда, как бы, так сказать, такая рецентия может, я сказать, совершенно... Санкопиамер. Да, может совершенно, как бы, исказить впечатление о книге. Я, вот, к тому же, если не читал, исходя из рецентии, я понял, что книга, кстати, она красиво написана, пустышка ни о чем, что это вторичное абсолютно какое-то произведение. Точно такая же, так сказать, пустоватая, но красивая рецентичка. Вот, как бы, ну, вот, я, конечно, я говорю о добрых бабах, поставил 9 баллов, но это не... У меня это не отчетно. Ну, в общем, рецепт это не очень спасло, конечно. Ну, на счетах. Хотя Андрей Шри Бабжукова... Да? Андрей Шри Бабжуков поставил 9 баллов. А... Вот, вот. Роман Робетман 6 баллов. Утром не сошлись. Роман Робетман написал, Грэн Джойс не фантаст и не реалист. Он интуитилист. Он где-то между. И автору рецензии удается передать читателю специфику романа о девочке по имени Ассо. Это плюс рецензии. Минус стиль. Упоение, переходящее на экзальтацию. Когда ради красного словца автор текста тащит в страху всякая политическая улыбка, не заботясь об управлении. Знаете, можно я не буду читать этапы очередные, да, из-за рецензии, которые роман здесь приводит? Да ее все можно, с татарой, дальше. Да, то есть вот насчет того, что кто-то чего-то обвоняет за границами зрения, я не буду читать. Вообще подобные языковые оплошности, которые нам уже демонстрировали по всему тексту. За стиль снимаю еще три балла, пишет роман, и получается шесть. Трещин Бабжухов пишет следующее. По сути своей, неплохая рецензия, в ней есть все, что нужно. Это если касаться только смысла, а вот написано небрежно. И опять-таки, от взгляда искоса листья падуба, это тоже есть. Здесь, да, иногда скрываются настолько ловко, что этот высокий огонь секрет пропускает мирный класс. В общем, я так понимаю, что рецензия заметили приблизительно одно и то же, и эти фразы их равно поразили. Здесь, как говорится, за деревьями не видно леса, а на словами теряется смысл. Но тем не менее, как и книги Андрей поставил 9 баллов. Рецензия в результате набрала у нас 35 баллов, а автор ее Ольга Толстого, Санкт-Петербург. Ольга здесь? Ольга здесь? Была в зале. В принципе, здесь, да. На зала не дошла, но я думаю, что мы сегодня диплом за умение передать специфику романа в одной из преследий жюри. Это было сказано. Мы этот диплом ей неопременно сегодня вручим. Следующая рецензия в нашем списке, набравшая несколько больше, это рецензия номер 9. Номер 9. Казка ложь. Василь, 9 это которая перед рецензией номер 10. Ура! Спасибо, Юля. С трудом наношу. Значит, рецензия 9. Сказка ложь. Фрэнсис Хартин, Древол Жи, не читал, честно говоря, не читал. Опять же, та же самая проблема, не вычитана, коряво, логически не выстрелили. Древол, автор пишет, цитирует. Древол Жи удостоилась двух премий Коста. Что это за премии, кем вручаются, где, я человек малограмотный, я не знаю, я первый раз слышу. Даже хорошо, когда пишешь о премии Хьюга, например, казачья, популярная, что-то авторитетная, что это известная премия. Кем учреждена и так далее. Ну, хотя бы в двух словах, в рецензии предполагает подробного, подробной справки. Но, что за премия Коста? Я не знаю, кто знает, что это будет. Автор приводит это как определенный проказатель. Значит, цитата. Постепенно утягивает себя под водоворот ранее. Утягивает, это должен кто-то другой утягивать. Не сам человек, сам себя утягивает. Вот. Древол Жи не лезет в психологический герб, пишет автор. Наверное, все-таки автор Древол Жи не лезет в психологический герб, пишет автор. Вот. Есть интересные образы, которые можно было бы развернуть и раскрыть более внятно. Благо, объем у нас заявлен в конкурсе выбран не полностью. Но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому оценка низкая, оценка 4. Ну, я, как всегда, оценку-то поставил повыше. Но, так сказать, впечатление у меня от этой рецензии абсолютно нулевое. Поэтому рецензия моя, рецензия короткая. Что-то, так сказать, смысл этой рецензии в том, что она, в общем, какое-то представление от книги дает. И понятно, что, так сказать, что это, в общем, не самое бесполезное чтение «Игро-школьников», потому что там представлена, так сказать, «Анатомия Улы». У меня, так сказать, эта книга сама по себе, она выслула. Мне интересно, потому что мне интересно, как там интерпретируются, так сказать, вот какие там вообще пароли лжи, так сказать, в развитии человека и человечества общества. Это мне было бы интересно. Рецензия слабит. Но я бы усилил. Роман Эмбельман поставил рецензии 6 баллов и пояснил. Плюс рецензии мы узнаем о существовании книги с, возможно, нетривиальных сюжетов. Остальное минусы. Для меня, как подозреваю для большинства читателей, имя Фрэнсис Хардинг незнакомо. Однако автор ни по условам не упоминает, кто такая Миссис Хардинг, чем знаменитый, в какое время живет или жива. Никаких подробностей, кроме названия премии Коста, которые тоже мало что скажет читатель. Впрочем, это не главная беда. Критику, пишущему о произведении для подростков в юном возрасте, наверное, не попадались в книге Помола Треверс или Афтеклинга. А потому рецензия невысокого мнения о детской литературе в целом. Это подчеркивает снисходительная фраза. Роман написан скупым языком детских книг. Чуть дальше читаем. Сделав встанку на понятность формы, автор вложился в содержание. Похоже, рецензент прежде занимался обзорами деловой литературы. Жаннешь сменился, подход к стиль остались. Но вот на вкусненькое я приберегла отзыв Андреевича Бака Жукова, который написал следующее. Отличная рецензия. А ведь она в два раза меньше всех остальных. За одно только умение кратко изложить всю суть, не растекаясь мысью по древу, я ставлю высший балл и предлагаю опубликовать. В столь коротком тексте есть все, что требуется от полноценной рецензии. Нашли отражения и сюжет, и идеи, и сверхидеи рецензируемого произведения. Есть анализ и оценки. 12 баллов. Чем пока же получили. Так, что скажете? Ну, я, как в самом старом анекдоте, я посередине лежал. На мой взгляд, рецензия, ну, прямо скажем так, весьма посредственная. Действительно, она не говорит того, что надо, а о том, что надо, говорит так, как не надо. И в итоге, едва-едва, ну, так я вот, скрепя сердце, поставил ей 6 баллов. В результате эта рецензия набрала 36 баллов, на 1 балл больше, чем предыдущая, и автором ее является Иван Матушкин Саратов. Диплом за рецензию, вошедшую в короткий список, мы Саратов и отправим. А параллеровка за умение кратко изложить суть произведения и его идеи. Ну, и Сербаку Жукову, конечно, контакт. Обязательно, если замкал на рецензию, он хочет перепечатать, ну, и он, и правда, это сделал. Значит, это идеально вписывается в формат издания, красный. Пусть все. Издание? Бог, это вообще-то. И следующая рецензия, номер 4. Эпизод автора «Портрет на коне вселенной» самое-самое-самое живое. Ничего не сказано об общелитературном контексте, о ситуациях фантастики, а именно ситуация фантастики во многом определила премиальный, скажем так, успех этой книги. Интересный, авторитетный, скажем, исследователь фантастики, многие писали, в том числе кое-кто здесь присутствующих. Вот. Я прорву тебя, да. В целом, скульплезный разбор, но без языковых находок, без открытия, странных наблюдений, ну и художественная ценность, образы, метафоры, аллегории, художественная с рецензией, на мой взгляд, художественная с рецензией слишком высока, хотя, конечно, лучше, чем у разбираемого текста, намного. А моя оценка – это не так. Понятненько. Значит, я вас оценил рецензию повыше, как всегда, значит, но на самом деле я даже скажу, немножко не то, что, так сказать, написал здесь, хотя в том же ключе. Значит, понимаете, есть такого рода произведения, не только в литературе, но и в кино, которые, грубо говоря, вот автор, тут надо быть достаточно квалифицированным читателем, чтобы, так сказать, получить удовольствие, прочитав произведение не так, как задумал этот автор. Вот для меня, например, таким, и для аналогии просто, чтобы пояснить эту мысль, для меня, например, таким произведением является, значит, «Томленный сон» фильм, «Томленный сон» 2 Никита Сергеевича Михалкова, который, так сказать, не ругает, только ленивый, так сказать, когда пишу за фильм. А на мой взгляд, этот, так сказать, автор сделал совсем не то, что хотел, и если этот фильм не смотреть так, как смотрел его я, тогда просто меня чуть из зала не выдумывается непрерывный хох. Значит, потому что я сразу понял, что это наш ответ Квентину Тарантино, весь этот фильм, вот от и до, да, значит, и, так сказать, поэтому мне было безумно интересно его смотреть, подумать, такую же еще вот эту сцену, те тут у нас вылезут еще что-то такое. И в таком качестве фильм смотрелся великолепно. Вот для меня роман и Вадулина, это примерно вот то же самое. Почему я этот роман, так сказать, безумно любил, потому что автор, я не знаю в силу чего, я его других произведений не читал, вот, но он создал, так сказать, вот своим нагромождением вот этого вот всего абсолютно не читаемого, он лично для меня создал эффект такого мощного стеба в периоде. То есть я все это прочитал как такую нарочито-мрачную травестию вообще всех научно-фантастических сюжетов, связанных с этапическим будущим человечеством. То есть опять же, это, так сказать, это Таракинов космос, вот так я понял эту книгу, а поскольку, так сказать, да, поскольку в рецензии это все, так сказать, совсем... Есть обычный рецензин. Да, по-другому сказано, как бы, здесь все там это перечисляется туда-сюда, он говорит, что это футурологические стеба. Вот уж что там нет логического сценария, поэтому там, ну, 9 баллов, да, за обстоятельность, я бы сказал, потому что все остальное гораздо меньше, но обстоятельность присутствует. Хорошо. Роман Робетман за эту рецензию дал 7 баллов и пояснил перед нами еще один пример амбивалентной рецензии, где рецензия так и не определилась, как она или хороша. Ему не нравится, как роман написан штампованность образом, переусложненность фабулы, нелогичный финал, но он вынужден его терпеть ради неких идей, связанных с темой коллективного разума. Впрочем, в середине рецензий и рецензий проговариваются, что и сами идеи изложены не вполне четко, а потому ссылается уже не на сюжет книги, а на интервью с автором. Так может, хватило бы одного интервью со сложением идей, было бы значительно короче и, главное, понятнее. Эта очевидная мысль не пришла в голову автора рецензии. Гораздо более комплементарно по отношению к рецензии высказывается Андреевича Бабжуна. Хорошая рецензия. Дает исчерпывающее представление о романе. Несколько раздражает стилистическое заигрывание рецензий с читателями. Фразы типа «пересказывай сюжет, делай неблагодарное» на самом деле нет более неблагодарного занятия, чем писать фразы типа «пересказывай сюжет, делай неблагодарное». Уж очень это общее место. Таких фразов нет смысла. Либо пересказывай, либо нет. Почему эти реверансы? А так все хорошо. Но роман читать не хочется. Десять баллов. При этом десять баллов. Ну, что я могу сказать. Так вроде, при первом рецензии, так, рецензия, вроде бы написано по правилам более-менее, вроде бы объективно, вроде бы коммунный жанр. Хотя, действительно, плохо это то, что не писал. Он литературный экран и так далее. Но главное, она, на самом деле, романе ничего не понимает. Она вроде пересказывает. Вроде бы все равно нет приема никакой осмысленной оценки, кроме вот того, что заключено в последних фразах. Что хочется смотреть в глазами человека пристрастного. Но это тоже пустые слова, на самом деле. То есть это рецензия, которая точно меня заставит не читать. А если я прочел, то проще рецензию до второго класса. И поэтому я и поставил рецензию. В сумме рецензия набрала 38 баллов. И что интересно, ее автор, это победительница предыдущей номинации Александра Подогригора. Уфа. Разные тексты от разного автора. И, соответственно, рецензия будет отмечена дипломом за скрупулезность и исчерпывающую представление о романе, который не хочется читать. Не, на самом деле, зря не хочется. Он действительно, так сказать, если его в лоб читать, он отвратительно, но если, так сказать, вот это... А если не в лоб, то это в общем-то тоже, он не требует. Да, возможно, если рецензия в лецензии... Да, действительно было очень. Но мы все-таки обсуждаем не роман, но мы обсуждаем какой-то рецензии. И следующая рецензия, да. И следующая рецензия, номер 32. Ух ты. Которая называется Пара-па-про-по. Парпа-по. На книгу Карелин Стрит, Эдгар Аллен Фо и Лондонский монстр. Пожалуйста. Ну, во-первых, конечно, надо отметить замечательное название. Пара-па-про-по, вот эта вот литерация, ну, мне ее нравится. Хотя, может быть, она чересчурно-рочитая, но мне кажется, что это, как минимум, на общем фоне нашего шорт-места изобретатель. Вот. Писал человек явно не глупый, безусловно, эруктивированный, знающий много слов полезных в нашем непростом рецензионном деле. К сожалению, очень-очень небрежные в деле связывания слов по фразе. Циничные мерки, циничные присыщенные мерки. Все-таки присыщенность – это свойство объекта человека или общества, а не мера. Щепетильная картинка, кинокартина есть, вот, щепетильная картинка. Щепетильным может быть режиссер или сценарист, но, как только, они продукты его другие. Автор выдохнулся, автор присел. В принципе, словарь, современно, позволяет такие фразы, то есть, в согласовании обрыв. Да, сейчас это уже можно, но это звучит, извините, чудовищно. Это разрешено, но дурно получается. Доктор вошла. Да, эти конструкции не запрещены, но звучит, да, как я уже сказал, не очень хорошо. В итоге, эта вот каярисная фраза, которую использует прецедент, приводит прецедент, пишет прецедент, она звучит как автохарактеристика. Амаш, интертекстуальность, интертекст, принцип ризотто и прочие приемы и техники в дорожащих руках неумелых авторов превращаются в аналию сатанистских связок. Вот примерно это происходит прецедент. Да. Моя церковь, извините. Классов я оценил, я вообще-то на самом деле оценив очень высоко, потому что мне понравилось для рецедента. Да, значит, вот этот выверт, так сказать, он там присутствует, и я не думаю, что это всегда вам. Значит, потому что здесь, как я понял, есть, так сказать, некая такая отзеркаливание рецензированного текста. Согласен. Моя церковь, понимаете, а то, что, так сказать, текст растоптан, вот эти, так сказать, вот эта и «мадам», как это зовут, не знаю, на основании. Вот, это на самом деле очень здорово и конструктивно, по той простой причине, что уже, честно говоря, с точерделом, когда, так сказать, вот какой-то интересный прием, который, так сказать, вот приводит к успеху некого, действительно хорошего произведения, вот, становится почвой для, так сказать, возникновения каких-то, так сказать, безумных клонов, да, что, собственно, у нас мы видим у потолки, мы видим, да, что, так сказать, видим по-подому. По той же роли, значит, но сейчас это просто приобрело какие-то катастрофические, так сказать, масштабы, что уже, так сказать, на самом деле уже никакой другой, так сказать, блок литературы, так сказать, популярной, кроме клонов, уже не существует. И этот, так сказать, очередной признак, да, взят, конечно, пример, так сказать, действительно самые сладенькие, и это очень хорошо, потому что вы показали, что в принципе ведь это великолепный, очень конструктивный, так сказать, метод вот этого самого мешапа, Это изысканно, это хорошо, это не только мозг заставляет работать, в смысле, не только одни мышцы, но и другие, и все это весьма полезное и увлекательное чтение превращается в какой-то такой массовый тренд, в какой-то, понимаете, ну как сказать, это даже не Макдональдс, во что это превращается, превращается в некую, так сказать, метаномию. Макдональдс из подручных материалов, так сказать, там найденных на ближайшую помощь, что за рецензируемая книга. И то, что автор это, так сказать, показал весьма, однозначно, это как бы в плюс большой, я не осуждал, что в основном. Судя по всему, рецензия настолько неординарная, что отсутки действительно не очень сильно разводятся. Вот у Василия 5, у Дмитрия 11, у Андрея Шербака Жукова 5, у Романа Арбитмана 11. Она похожа на самого Арбитмана. Я начну с Чербака Жукова. Как-то все поверхностно и с пафосом, даже с каким-то кривлянием. Типа мистер, тот самый Эдгар Алан Ко, получает посредство от своего приемного отца шкатулку, в которой хранится старая переписка бабушки и дедушки Ко. То есть, Арнольд, ну то есть, ладно, неважно, это конец цитаты. Ну раз неважно, то зачем все это городить? Информационная наполненность этих строк нулевая и таких необязательных синтенций для красного славца, как говорится, довольно много. Критика произведения и убедительная и поверенность. 5 баллов. И теперь послушаем Роман Арбитмана. Кто бы ни был автором Эдгаритетии, я его или нее поздравляю. Автор сэкономил мне время, теперь точно не буду читать этот роман, и разложил по полочкам недостатки данного постмодернистского сочинения, с юмором и вполне в духе постмодерна. 1 балл снимаю за концовку с участием Акунина и компании. Без этого фильта вполне нужно будет обойтись и поставить точку после слова «Оттернке». 11 баллов. Еще раз повторяю. Андрей Дмитриевич, уважаем. Я, скорее, присоединяюсь к тем, кто скипал и повыше поставил, хотя 11 центов мне совести не позволило. И вот почему. Действительно, так растоптать автора, при этом нигде ни разу его не обложить. Полнее себя. Ну, к сожалению, вся беда в том, что, когда я в тексте уже встречаю, я ничего не имею против вытреющего, ничего не имею против того, что мог упомянуть Акунина ради Бога. Ну, вот когда в тексте «Горопо преследует странный человек» и так же ГБ надержим местью. И вот я застреваю и начинаю думать так же, как что. Что это преследует Горопо? Кто кого, кому мстит, и вообще-то все непонятно. И так далее. То есть небрежно, невычитано, нифига. Вот за это, если бы нет, я, может быть, и 10, и 11, да, а так я дал 9. И в результате рецензия получила 41 балл. И автор этой рецензии Грида Щетинина, город Омск. Диплом ей уйдет за отмеченную жюлей «Эрудицию», «Юмор» и «Дух постмодерна». Не первый раз, не первый раз, не первый раз. Стоит вас тоже как-то задействовать его профессионально? Она вообще профессиональный радиожурналист. Ну и футбол, опять же, одного. Мы всех авторов, кто достаточно часто участвует в конкурсе и попадается в конкурсе. Кто часто участвует, мы причащаем. Да. Мы обязательно стараемся всех привлечь к тех, кто вы и желаете. Просто, возможно, у автора есть другие интересы, которые с нашими не сходятся пока. Я думаю, в будущем это все возможно. А вот далее наступает очень интересный момент. Дело в том, что дальше у нас идут две рецензии, которые набрали одинаковое количество баллов. И обе претендуют на третье место. Я попрошу эти рецензии анализировать и давать им оценку сразу же перед рецензией. И потом в конце, дело в том, что в наших правилах указано, что если какие-то рецензии наберут одинаковое количество баллов, то председатель жюри молит своей волей дать дополнительный балл, например, да, или просто решить, какая рецензия конкретно за это место, а какая получит просто диплом рецензии короткого списка. Итак, это две рецензии. Одна из них рецензия номер 35 «Китайские танцы» на книгу «Майкл Суэрлих о полетах Пеникса». А вторая рецензия номер 14 «Астралопитет и ватерполистка» на книгу Грэга Иггена «Город перестановок». Василий, пожалуйста, если можно, сразу же две рецензии. То есть 14 «Астралопитет и ватерполистка»? 14 «Астралопитет и ватерполистка». Да, я им дал по моей шкале координат достаточно высокие оценки, но да, да, к сожалению, вот начну, наверное, с рецензии на Грэга Игена «Астралопитет и ватерполистка». Вот, я ей дал всего 8 баллов. С одной стороны, действительно, в этой рецензии все, как мы любим, вот то, о чем мы говорили. Естественно-научные, джанровые, философские контексты, игра слов, литературный анализ, литературная лимузия, анализ авторских идей. С другой стороны, к сожалению, ничего не сказано о том, как написан этот роман, что там с нарратиком. Игра слов – это вот статистический прием, который используют рецензии. Что используют, какие приемы использует автор, как он строит свои повествования, какие риторические формы приобретает, если высказывали люди, ничего об этом не сказано. Увы, увы, увы. Ну и есть некоторая невычеканность. Прямо, среди копий, ползут страхи. Это уж, наверное, или ползут слухи, или их одолевают страхи. В общем, серединка на половинку, можно дорого и лучше, но есть с чем работать. Это была рецензия номер 14. И 35-я лицензия на Майкл Суэндрика, «Китайские стены». Очень мне понравился прием с рефреном. Лицензия построена так, что там идет рефрен, «Китай похож на Россию», «Китай похож на Россию», «Китай не похож». Это здорово. Это сразу делает рецензию не похожей на другие, особенно из нашего списка авторов и шпевт. Содержательно, внятно. Опять же, дам тот самый контекст, о котором мы много говорили. Годная, целая годная рецензия, безусловно, но лучшая оценка мне мешает поставить несколько неловких фраз. Смешал Сорокинскую русь с обоймой стереотипов, ну и так далее, не буду предуслять. И, конечно, ребята, ну, елки-палкин, не будайте вместе с ним. Опять то же самое. Автор другой, ошибка та же самая. Дорогой рецензии. Вы даже будете кучать. Зачем бы так? Нельзя так издеваться над членом жюри, по крайней мере, надо мной. Я человек уже не молодой, у меня может случиться сердечный приступ, когда я считаю, вторую или третью рецензию, где будут мне и не идти. То есть у меня СБ какой-то? Ну вот, разве что более подрые, более леди у меня поддерживают. Ну, нельзя так. Оценка, тем не менее, 10, ну, ребят. Ей, ей, ну, решение. Ну, у меня, так сказать, по оценкам, да, по оценкам, так сказать, вот ровный разворот, по той простой причине, что как бы я начну тогда с 35-го рецензии, мне как раз, мне очень понравился действительно этот рефренд, да, это, так сказать, здорово. Это могло бы, так сказать, очень хорошо структурировать текст, но мне не показалось, что так это сделано. Потом, знаете, еще что, опять же, я говорю, я свою субъективность не оторваю. Значит, дело все в том, что я не согласен со субъективностью, так сказать, как он написал в конце, что сленг уже не то. Значит, я Богу Роману, так сказать, знаю, вполне себе тоже. Просто он другой, по другому рецепту, он на той мастер, так сказать, высшей пробы, что он самым повторами не занимается, и при всем том, что там, да, там есть, как бы, так сказать, ну, во-первых, есть главные герои. Герои, да, так сказать, не каяка, так сказать, вот эта самая, принципность сюжета, но история-то совершенно другая, по-другому написанная, по-другому, так, по-решему, с другой базой. Вот, книга-то великолепная, всем рекомендуют, вот, а вот такой вот отзыв, типа, ага, вот, вот это мне, так сказать, сразу, так сказать, два балла скинуло, получилась у вас. А вот, что касается, вот, по листке, значит, здесь, в общем, довольно оригинальная, так сказать, рецензия, я считаю. Я этого романа не читал, я не уверен, что я захочу его читать, вот по какой причине, потому что, вообще, в принципе, вот, я думаю, что мне было бы интересно читать, вот, до того момента, когда возникло открытие, что сознание вообще не нуждается на реальном смысле. Значит, как только вот эта, так сказать, линия пошла, вот, но мне стало понятно, что здесь, как бы, настолько, так сказать, это все уже вылетает за пределы такого нашего непосредственного опыта и возможности, это представление этого вне каких-то, там, я не знаю, религиозных уродин, да, которые, так сказать, совершенно по-другому структурируют, так сказать, наши представления, что в целом это все, в общем, так сказать, вот эта обстоятельная, в общем, на мой взгляд, добротная именно рецензия, несмотря на поспешность и отмеченная ряба, значит, она, в принципе, так же, так сказать, финально пустотна, как, так сказать, роман, очевидно, потому что это праздная игровая моря, хорошая, красивая, изысканная, но, в общем, праздная. Вот. И я оценил эту, так сказать, рецензию, я оценил, наоборот, иди. Она мне показалась более, например, крипайкой, извините, сразу. Спасибо. Хорошо, спасибо. Андрей Щербакжуков оценил эти рецензии одинаково, да, он по 12 баллов, выше. Про 14-ю рецензию написал, я всегда говорила, что я добрый критик, и эта рецензия мне чрезвычайно понравилась, но, может быть, слегка перегружена цитатами, но только слегка. Да, красивая история с перестановкой букв в словах, и упоминание Хлебникова, кажется, не таким уж и притянутым за уши. Надо подумать над публикацией. По 35-й рецензии, по-моему, отличная рецензия. И о романе все ясно, и написано красиво, композиция продуманная, с рефренами тоже отличная. Я бы ее публиковал в газете, то есть кто-то даже не подумал о публикации, а уже решил, что вполне себе можно публиковать. А вот у романа Арбитмана оценки этих рецензий разные. За рецензию Австралопитек и Ватерполистка он поставил 9 баллов и написал, у этой рецензии всего 2 недостатка. Первый, текст нуждается хотя бы в паре строк, посвященном Глебу Игана, хотя бы о том, какое место в его творчестве занимает данный роман. О втором расчете, позже, пока достоинство. Главное, рецензиент, погружая нас в выдуманный фантазском мир, способен увлечь читателя. Автору удается передать нам свое восхищение богатством фантазии писателя, заворожить поворотами сюжета и глубиной концепции. Прочтя рецензию, мы немедля пойдем в книжный магазин и... нет, не пойдем. Уж не знаю, насколько рецензия точна, но выглядит она самодостаточной. Все точки над «и» расставлены, читателю не остается люфта. Рецензия настолько емко передает сюжет и идею книги, что читать роман как бы уже и необязательно. Это второй недостаток данного текста. Итог 9 баллов по этой рецензии. Рецензия номер 35. «Китайские танцы». Будь я редактором, я призвал бы к себе автора и предложил сократить либо всю красиво рецензованную публицистику с налетом геополитики, те самые рефрены, либо собственно рецензионную часть. И что-то мне подсказывает, автор выбрал бы второй вариант, наклевав на Суэнвика, чей роман здесь лишь удобный повод продемонстрировать авторские взгляды на сходство России с Китаем и их отличия. Если бы это был конус публицистики, я бы поставила автору высший балл, а так почти в два раза меньше и 7 баллов по итогу. То есть получается уже как бы мы приближаемся к окончательному вердикту и слово за Андреем Дмитриевичем. Какая у нас служба рецензия? Кто сколько набрал? Так, вместе с вашими баллами обе рецензии набрали по 45. Это вместе с вашими. Понял. Ну, первый раз такая ситуация действительно. За 30 лет. Хорошо иметь такое право, так зачем? Чувствуешь себя злодеем. Ну, это приятно. Так, вы знаете, я не буду сейчас говорить о том, сколько баллов ставил и прочее, но это не важно, будет все понятно. Как ни странно, я все-таки, пожалуй, вот был бы дополнительный балл вот этим вот китайским танцам, не только потому, что там сильно красиво танцуют эти люфины, но и еще и потому, что вот, справедливо было замечено, что вот после этой рецензии я действительно не пойду к Игана, не спам, не пояснилз... ...от самого Игана Купанского, не пойду... Не поάν... не поэт... не поэт — не стану это читать... Я бы не Спасибо. А почти не охота. Потому что меня эта рецензия убедила чётко совершенно в том, что это, к сожалению, не просто играют в миссеры, это пустая играют в миссеры. Понимаете, поэтому «Гессы» я, пожалуй, перечитаю, а это я читаю. Вот в чём дело. Рецензия сэкономила во время и деньги. Да, совершенно верно. Конечно, за это спасибо. Но сегодняшний балл я отдаю рецензии на свой рецензий. Спасибо большое. Тем более, что, кстати, и по баллам изначально Атрин Ильич так и поставил. Китайским танцам 8 баллов, а астралопитеку и ватархуалистке 6 баллов. Но, вы знаете, это мало того, что первые случаи, когда вот так вот решается сутболицейский сразу же, а кроме того, первые случаи, когда у бойцезий он присутствует в зале. И я понимаю, насколько замирало у них всё внутри, когда они слышали это и всё думали про шутки. Нет, дело не в деньгах. Дело не в деньгах. Дело не в деньгах. А дело вот... Итак, почётный диплом рецензии, вошедший в короткий список. Значит, за рецензию австралопитек и ватархуалистка, отмеченную в жюри за философский контекст и групп слов и литературные аэлитии, этот диплом вручается Валерию Шлыкову. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Похоже, я оказал медвежью, с клуба Эдону, заранее принышу ему за день, что работать сильно хотелось. Я думаю, он пережерёт. Не стоит прочесть. Спасибо большое. Вы знаете, с одной стороны, я вам верю, но с другой стороны, вы меня убедили в том, что нет. Это не было цели. Ну вот, действительно, это очень интересно, но, в конце концов, Валерий на протяжении нескольких лет занимал призовые места и, в общем, видимо, нужно переходить на новый уровень. А третье место в номинации «Лецензия» получает текст «Китайские танцы», отмеченные за содержательность, внятность и продуманность композиции. Ну, о рефренах я писать не стала, автоработан уже услышал сегодня. Итак, Сергей Масляков, я рада вручить вам это диплом. И хочу, кроме диплом, еще кое-что. Хочу просто отметить, что Сергей тоже не первый год участвует в нашем конкурсе, но первый раз ему удалось занять призовое место. Поэтому я отмечу вас. Спасибо. И я вам вручаю конверт с денежной премией. Премия за третье место в номинации «Лецензия» это 7000 рублей. И памятный знак так что премия «Фанкредик». Давайте вот сюда вот погонем. Я бы еще ответил Дмитрию, что в последних раз кто-то мог бы заметить, а не автор. А, ну да, может быть если и не пять. Я вот поскольку не знала кого, я предсчатывала диплом в двух из землянных. Такой и такой вариант. Так что... Если денежный знак, то будет диплом. Увы. 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 О смерти, о любви, о вечной. Пожалуйста. Умная, грамотная, внутренне сбалансированная, что немаловажно. Увлекательная, что опять же для меня немаловажно. Информационно насыщенная рецензия. Краткая, но сказанная о форме и о содержании, и об истории создания рецензированной книги, и о повествительных приемах, и о месте, которое работа Макдональд и занимает свои души. Парадокс. Парадокс. Лучшая рецензия. Это вообще мой фаворит, да? Лучшая рецензия в шорт-листе фанк-крифику в этом году написана на графический роман. Вот так. Спасибо. Мне тоже рецензия понравилась чрезвычайно, при том, что графический роман это вообще не мое слово совсем. Я вообще не понимаю, что это такое. То есть я видел, но я как-то вот этой, ну, эту фишку не люблю, что это такое. Но здесь как раз тот случай, когда как бы так наступает, это не просто как бы раскрыло мир очень интересного произведения, но и как-то, так сказать, немножечко так побудило, как бы этот интерес в эту сторону, так сказать, развить, раскрыть, посмотреть, что это такое вообще, с чем нельзя. Вот. Так что все, на самом деле, классно, я приветствую. Ну, я это 10 баллов на цену считаю, хорошее. Спасибо. А вот Роман Арбекман с вами не согласен, и поставил он этой рецензии только 7 баллов. Комментарий такой. «Я бы подверг этого автора самому суровому наказанию, заставил бы выйти на подиум и прочесть вслух какую-нибудь фразу из рецензии». Ну, вот эту, например, цитирую. «А затем выпустил в парадении черно-белый комикс «Уничтожание» с двумя восклицательными знаками, в котором мастерские, мастерские, исполнил посвященные несчетному слову авторам, специализирующихся на бесконечных сражениях мужчин и женщин, разноцветных трепо, частушки от ультра-насилия». Это все цитаты читаю. «На 32 страницах комикса, обладающие сверхсилами персонажа, даже не пытаясь сюжетно эволюционировать или хотя бы символически саморазвиться в осмыслении героев, беззаконочно калечив друг друга, сопровождая процедуры, выпеками «Уничтожай и замкнись». Ну, вот сроку наказания подвергность «Я», потому что мне пришлось это прочитать. Четыре причастия. Два две причастия. Оно сложно читается вслух, согласитесь. Одно тире, шесть запятых, и полная потеря смысла в финале. Когда отключаем, теряешь нить, и не понимаешь, что к чему относится. Но поскольку рецензии на комиксы в нашем конкурсе большая, если есть четыре балла, добавляю за храбрость. То есть было бы три, не будь это на комикс. На самом деле я хочу сказать, что я постояла на включении этой рецензии в короткий список, именно потому, что она мне тоже показалась чрезвычайно интересной, но действительно вот такие фразы, они не так. Когда пытаешься читать их вслух, но когда читаешь этот текст, не пытаясь произнести, то это все совершенно прекрасно воспринимается, и мы с ним не путаемся совсем. Итак, мне еще и покажу к вам Андрея. Этому тексту, скорее, вместо номинации статьи. Краткая, но очень точная и емкая статья о теоретике комиксам о Клауде. Вообще надо обладать большой смелостью, чтобы писать рецензию на книгу комиксов. Автор взялся и справился, и обосновал свой выбор вполне. Я бы и тут подумал о публикации. И 12 баллов. Андрей, сейчас и покажу. Андрей Дмитриевич, пожалуйста. Ну, я... Потому что в этом году я был ИКО. Баллов я даю гораздо меньше. Но, хочу сказать, что, действительно, рецензию... Правда, Мунициев из Легидных, в общем, с 5 года сделал цему рецензию комиксов. Это был бы общий решение. Но, на самом деле, мне представляется, что это интересная работа. Но я в ней вижу не рецензию, а зародыш будущей серьезной статьи об этом жене. вообще. А не только об, это самое, от Нос Макклауде, поскольку в нашей литературе об этом вообще очень мало говорилось и написано было. Я имею в виду, вот именно для исследовательских и критических. Ну, возможно, и не обладают твоей эрудицией. Но согласен, что это процентно не соотносится с тем, что об обычных просьбах говорятся, и по идее. Поэтому, здесь было бы интересно более развернутую работу. Чтобы, опять-таки, на самом Макклауде, действительно, в более широкий контекст вести. Это интересно. Действительно, ну, уже, не знаю, я, простите, лично, не готов воспринимать это как литературу. Это нечто стороннее, иначе, да, Козьму Крючкову тоже нужно литературу писать целиком охотностью. Но, исследовать это явление очень интересно. Но для этого нужно больше объема. Именно поэтому я поставил меньше баллов. Я поставил шесть баллов. Шесть баллов. Несмотря на то, что Андрей Бельчу баллов у Кулаи Роман Аркетман, один поставил шесть баллов, другой семь. Два самых высоких баллов, двенадцати, одна самая, десять баллов. Силу мне дали сорок семь. И второе место в нашем конкурсе получает Дмитрий Лопухов из Воронежа. Имя? Да, конечно. Интересно. Достаточно интересное. Хорошо. Дмитрий Лопухов получает этот диплом, а также памятный знак конкретика за второе место. Один из них два, который тоже. И денежный приз в размере девяти тысяч рублей. Это все уедет в Воронеж. А знак придется открыть. Я оказалась не в плане. и так. Ну а первое место, соответственно, уже понятно, что это будет первое место. Между прочим, это достаточно солидным отрывом предыдущих рецензий. то есть третье место это было 45 баллов. Второе 47. А первое это 51 баллов. И это рецензия номер три. Мене декил фарис на Ричарда Адамса Шартик. Да, я собственно написал, поставил 11 баллов из 12 возможных и закончил эту рецензию фразой, что это одна из лучших рецензий шорт-листе, но это на самом деле не столько комплиментов в адрес рецензии, сколько не очень высокая оценка шорт-листа. О том, что именно в Гитале, да. Исходим из того, что у нас есть. Это на самом деле неплохая рецензия с мелкими и стилистическими огрехами и очевидными артийсками. Минус... Все не вычинят. Все не вычинят. Я об этом еще скажу в завершении, да. Минус, не вполне обоснованные рецензийские обобщения, там на самом деле много, но вот, например, и вызванные ему таки сети сбои. Вот, например, в 21 веке написать такую книгу почти невозможно. Любую книгу можно написать. Вопрос о том, можно даже в Дон Кихоте переписать, да? Как первая она. Да, да, да. Как первая она. Вопрос... Ну, автор, наверное, хотел сказать, что она уже не займет там места в текущей материаловом процессе, как книга Ричарда Аддамса Шартик заняла вот, собственно говоря, тогда, когда она была написана. Ну, это не совсем точно. Но, тем не менее, это одна из лучших реальных и лучших рецензий в прошлом месте. Спасибо. Значит, вот для меня Аддамс – это вообще какой-то волшебник, который, как бы, так сказать, при моем обществе... Вот я с восторгом отношусь к Шарту, тем более, к Волшебдану, но я не могу даже подержать чему-то к восторгозу. Вот, потому что это действительно... Какие-то такие частоты, так сказать... Вот написано словом, да, вербальное... Ну, книга, так сказать, текст, да, текст, слова, да, но какая-то, так сказать, вот эта самая частота, она какая-то, так сказать, она вне этих слов течет, да, вот, так сказать, частота воздействия, да. Удивительные совершенно книги. Вот, я, правда, по-русски их не читал. Я не знаю, как они переведены и переданы ли вот это, так сказать, ощущение волшебства, да, так сказать. А, значит, я был бы уже, пожалуй, так сказать, как в свое время, не один раз так было, когда я поставил высший балл только за, так сказать, и выдвинул книгу, тогда, помните, это Дену. Вот, я, в общем, только ради одного этого, уже, так сказать, ради Шартика, которого вспомнили, да, то есть я, сколько там времени уже за одну беду, там, так сказать. А при этом еще и, так сказать, рецензию я нахожу очень качественную. Собственно, мой официальный оффир состоит из одного слова «Спасибо». И оценка – 11 баллов. Так и шо. Эта рецензия, кстати, получила неоднозначные оценки. В отличие от предыдущего, в которой, в предыдущий, еще больше раз рос, там было два высших балла. У этой рецензии только один высший балл – 12, зато два – 11, один – 10 и один – 7. И высшие баллы при рецензии дал Андреевич Рыбакжуков. Отличная рецензия в этом салоне. В ней есть и общая оценка произведения, и краткий его пересказ, и кое-что из истории создания, и мести его автора в литературе. И о качестве перевода сказано точно и по существу дела. Смелые сравнения с Достоевским и с историей со взвешиванием. Вот тут я, простите, не поняла, что хотел Андрея сказать. Возможно, я неправильно это прочитала. Можно и запубликовать. Зато вот это вот все понятно. Значит, можно и опубликовать. А вот Роман Рыбакжман дал рецензии всего 7 баллов. И пояснил это следующим образом. Автор убедительно доказывает литературное несовершенство рецензированной книги и при печатах писателя затем делает парадоксальный вывод. Роман действительно велик, имея в виду явный необъем. Но если произведение так уязвимо художественное, в чем его величие? В благих намерениях автора? В красоте, замысла, его богатой символике? В таком случае лучшей книгой всех времен и народов давайте признаем сказку о Виннипухе и на том успокоимся. Тут из литературных качествах и важных символов много и заглавными делить куда симпатичнее, чем шардик в книге Адамуса. Андрей Дмитриевич, пожалуйста. Ну, я могу бы одно сказать. Надеюсь, что если трецензий смел заинтересовать книгой даже такого скептика, как я, значит, автор сумел. Я не читал их. Нет, я читал. И должен честно сказать, что книга действительно интересная, действительно хорошая. Я вполне согласен с Дмитрием Александровичем. И рецензия достаточно адекватная ей. Ну, выше этот я не рискнул поставить, но 10 баллов поставила с самой чистой собственностью. И в результате, поскольку 4 члены жюри были достаточно высокие оценки, то есть от 10 до 12 баллов, рецензия набрала 51 баллов. Ну, как я уже говорила, автор этой лицензии, это второй случай в истории нашей премии, когда один автор берет первое место в двух лиминациях. Александра Кадоблигора. Молодец. А также второй вот такой круглопамятный знак за первое место. Постараюсь не разбить. И конвертик еще один с 15 тысячи. Уходит в Уфу. Это, по-моему, замечательный. Очень интересный. Андрей Дмитриевич и вообще дорогие члены жюри, может кто-то хотел бы сказать заключительное слово? Я думаю, что... Да, давайте я скажу заключительное слово, потому что я вам написал. Потом у меня еще более... Ну да, не пропадает уже. Да. Я хочу сказать, что меня две вещи угнетают, конечно, на нынешнем списке шок на 10-е рецензии, которые сильно выступают на шок на 10-е статей. Первое, то, о чем мы говорили однократно, о чем я говорил однократно, это дикая чудовищная невычитанность. Это, извините, ребята, неуважение в статьях вниз, да. И... Везде. 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 Это какое-то просто подпадать такое на рассмотрение жюри, это неуважение к члену жюри или... Это... Чувствуешь, что тебя... Да это не точно неуважение к себе, это неуважение к ровскому языку, это неуважение к литературе, это неуважение к читателям, неуважение ко всем... Везде. Везде. Везде до такой степени, что тут еще не видно. Везде. И второе, что не менее, на мой взгляд, очевидно, но вот тоже бросается в глаза, если забудется, присмотреться к нашим текстам, к рецензиям. Это мономания, мономания такая, рецензентов. Вот рецензент ухватился, допустим, за образы героев, вот он на протяжении всей рецензии будет писать образы героев. Вот. А рецензент ухватился за философское содержание, и на протяжении всей рецензии, да, он может произвести много, он может произвести заплетать, он будет разворачивать тетку темы философских подкладок, философских иллюзий и так далее, и так далее. Или там, допустим, самое чудовищное, когда рецензент ухватился за пересказ сюжета, или пересказы сюжета, это совсем спереден. Вот. Ну, соответственно, ну, все-таки, как-то надо разнообразить, надо с разных сторон. Ну, я понимаю, что объем рецензии, объем, то есть, невеликый, но он не самый маленький. Полторы тысячи знаков, три тысячи знаков. Это вызов. Вызов попробовать взглянуть так, взглянуть сяк, посмотреть на это, посмотреть на то. Неужели никого этот вызов, в самом деле, не выждает? Ну, для меня это не. Спасибо. Ну, я бы хотел, пользуясь случаем, просто один практический совет дать, значит, не откладывайте написание рецензии под дедлайн, пожалуйста, значит, напишите ее заранее, потом про нее забудьте, а дедлайн вы ее перечитаете. И все, так сказать, что уже вот это станет более-менее на место, и уже мы получим рецензию принципиальной одного качества. Надежда Ильича. Вот это было бы, я думаю, разное. Спасибо. Ну, к тому, что Вася сказал, что это очень трудно, я скажу одно. Понимаете, по-моему, вот то, чем Вася закончится, пламя на Филиппику, или свои горы, сделала контакты, потому что я знаю, так вот происходит из чего? Почему, откуда эта мономания берется? Она берется от того, что каждый раз нарушаются каноны самого себя рецензии. Я вполне могу представить себе, что в статье рассматриваются только, там, не знаю, вопросы идеологии этой вещи, вопрос там идеи этой вещи или что-то еще. Но это другое, это другой жанр. Рецензия должна давать по возможности яркую, объективную или остросубъективную оценку. На обе имеют право рецензию. Значит, я вот хочу добавить, просто по своему опыту, как бы, так сказать, мне кажется, что она может быть достаточной, вот это как бы нормальная, да, но при этом, так сказать, то, что Вы ночь меняете в рецензии, это самое корневое для этого произведения. В одних случаях можно сосредоточиться на стиле, да, в других случаях там на идее, на том, на семе, есть предыдущие. В этом есть суть, зерно проигитого. Ну, тогда это должно быть сказано, это должно прозвучать. Много интересного прозвучало про то, что должно быть в рецензии. Как жаль, что Вас обоих вчера не было на мероприятии, которое было посвящено тому, что должно быть в рецензии. Ну, а как? Ну, так все произошло. Ну, так все произошло. Главное, наверное, на других мероприятиях. Или на других мероприятиях. Да. На самом деле, то, что Вы сказали, просто логически подвело меня к тому, что я хотела сказать в конце. На том же круглом столе по фан-критике, который я упоминала, и который состоялся в мае в рамках книжного салона, была высказана идея, что на базе уже сложившегося коллектива, когда Вы сказали, что и фан-критик, неплохо было бы открыть семинар, ну, наверное, онлайн-семинар, то есть вебинар по критике. И я думаю, что книжная ярмарка постарается это все организовать. И, возможно, уже осенью 2017 года мы начнем, я думаю, что ежемесячные такие вебинары обучающие. Платные, естественно. Ну, мы рассмотрим предложение для владельцев. Значит, каждое занятие, как присутствует на фан-ассамблее. А шампанское присылается участникам. Я думаю, что мы это сделаем, и в следующем году будем надеяться, что фан-критик порадует нас еще более интересными текстами и еще более лихо закрученными книгами. Я думаю, что сегодня и участники, и зрители очень порадовались тому, как это все происходило. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за подарками.